Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, в эфире программа «Влияние» на телеканале «Импакт». У микрофона Татьяна Хромцова и у нас в гостях Владимир Живрик и Евгений Бутрович. Два отца. Конечно же, они не только отцы, они в большом служении в церквях. Один у нас отец из Минска, Беларусь. И другой отец у нас, тоже бывший из Беларуси, но сейчас проживает в Америке, в Сакраменто. Сколько лет уже вы живете в Сакраменто? Семь лет. Семь лет. Вот сейчас мы поговорим о влиянии отца на детей. Мы посмотрим, как можно влиять на детей в Беларуси, насколько эта разница есть и в Америке. И, конечно же, поговорим о отношениях в семье, насколько отношения между супругами могут также влиять на детей, на их жизнь в будущем, на их становление характера. И первый вопрос к вам. Как вы думаете, кто играет большую роль в воспитании детей? Отец или мать? Я думаю, в разные периоды жизни она может быть отличаться, но влияние отца и матери, оно должно быть полноценным и как с матерью, так и со стороны. Отец, в общем-то, как говорит нам Слово Божие, на нем больше ответственности. Больше ответственности на отце? Да, нежели чем. Потому что на всякой жене написана глава муж. Глава муж. И глава – это не только руководство, но это прежде всего ответственность. Поэтому я думаю, что на отце лежит большая ответственность. И, соответственно, отец, он не устраняется от воспитания детей, но и по мере-по мере... Играет такую большую роль. Да, 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 он играет большую роль. А почему я спрашиваю об этом? Потому как мне кажется, что некоторые отцы сегодня... Устраняются. Устраняются, самоустраняются. И даже в какой-то степени считают, что они работают, зарабатывают деньги. И достаточно того, что дети дома с мамой. Мама их кормит, мама их возит в школу, мама их возит в церковь. Они входят в церковь. Общая картина выглядит замечательно. Только папа появляется где-то в воскресенье на служении. И все. В остальных вопросах, к сожалению, папы нет. Как вы видите эту картину? Вы знаете, есть Ветхий Новый Завет. И в одной и второй книге говорится о непосредственном влиянии отца на воспитание, на обучение детей. И вот в еврейском языке есть такое однокоренное слово «отец-родитель» или же «учитель» — это однокоренное слово. Значит, учитель, он не может иметь отношение на расстоянии и учителей тем более воспитывать. Поэтому роль отца — это непосредственно воспитание. То есть то, что он имеет в себе, он должен вкладывать в свои детей. То есть вот физический контакт. Физический контакт очень важен. Но не только это контакт. Но именно то, чем обладает отец, он должен вложить в своего ребенка. Но вот как эта ответственность проявляется реально в жизни, вот эта большая ответственность отцов? Что значит реально проявляется ответственность? Отец, он должен понимать, что его ответственность на нем лежит в воспитании ребенка. То есть то, что он имеет, то, что он обладает и понимает, он должен это передать своим детям. И вот в этом его ответственность. А непосредственно через обучение, через передачу каких-то своих знаний это в этом и заключается. Это очень простые житейские вещи ежедневные, да? И навыки, навыки труда, навыки отношений. То есть ребенок, он видит, видит перед собой пример отца. И он будет это в себе впитывать и потом. Евгений, какая ваша позиция? Ну, я согласен с Владимиром. Вы согласны, да? Согласен, но хочу сказать, не случайно мы считаем в Слое Божьем, что глава жене муж, и муж глава семьи, значит, он несет ответственность. Чтобы быть главой, это нести ответственность. За духовное состояние детей, эмоциональное состояние, это душа. И физическое, он должен, и еще согласен, что муж, он обязан обеспечивать семью, добычек денег финансово об этом думать. Но он должен думать, как... Но вот где вот эти приоритеты разложить? Ну, конечно, духовное-то на месте, на первом месте духовное. Но я хочу заметить, что люди становятся отцами, они все впервые получаются. Они же не учились, не учат, не учат и не готовят, как быть отцом. Вот. И на основании своего опыта самое важное – это проводить время с детьми. Да, мне кажется, это действительно... Потому что... Вот это физическое время, да? Близость, да. Просто не надо там их... Потому что мы не знаем, как их воспитывать. Но присутствие отца, значит, дает спокойствие, защиту. Люди, ну, дети ощущают, жена ощущает. Если мужа нет дома, она волнуется. Вот если я где-то уехал, у меня там... Приехал домой. А если отец присутствует как бы физически, но на самом деле отсутствует где-то своими... На диване. Да, где-то у него свои себе дела. Но, еще скажу, дети, они, конечно, делают в жизни, поступают так, копируют нас. Не то, что мы говорим, а то, что мы делаем. И Христос сказал, что я творю, я видел у отца, и я творю как отец мой. Вот. Ну, мы, христиане, должны понимать, что для детей важно, как мы живем, как мы ходим перед Богом, как мы служим Богу. Вот. И они видят нашу искренность. Вот это самое сильное воспитание. Если взять пример, вот, как говорят, как губка, она при непосредственном контакте с водой, то есть она впитывает себя. И поэтому дети, они тоже те же губки. Если я хочу видеть что-то в своих детях, я должен иметь с ними непосредственный контакт. А вообще статистика говорит, что среднестатистический отец, он не более минуты в день получается на плодотворное влияние от детей. Это не просто физическое, как мы говорим, присутствие. Или же так, между прочим, спросить что-то или сказать что-то. Как у тебя оценки или что-то. А узнать почему-то или другая оценка. Как себя ребёнок чувствует. То есть интересоваться его жизнью. Интересоваться непосредственно. Смотреть ему в глаза. Его чувствами, его отношениями, его друзьями. То есть непосредственно влиять на жизнь ребёнка. Вот вы в каком возрасте стали отцом? Сколько вам было лет? Достаточно зрелым было. Ага, сколько? Мне было где-то 35 лет. 35 лет, а вы? Да, у меня в 23. 23. Ну вот тогда, в 23 года, насколько вспоминаете, как вы были подготовлены стать отцом? Хотя, мне кажется, несмотря на то, что вы в 30 с хвостиком стали отцом, вы всё равно не были готовы к отцовству. Правильно? Ну конечно. Отцом-то вы никогда не были. Это же первый раз происходило. Но у нас, что было, какой опыт был? Это опыт собственной семьи. Родителей. То есть наш опыт мы приносим в свою семью. Естественно. Который мы приобрели или получили от своих родителей. В общем-то, это так получается, что ребёнок, вырастая, ребёнок становится уже когда зрелым, становится отцом, он в основном, то, что он получил из своей семьи, собственной семьи, он это будет передавать уже в другую семью. То есть неважно, негатив или позитив. Это одно и второе. Одно и второе. Он просто, у него представление о семейных отношениях, о воспитании детей. Ну прежде всего, как он воспитывался в семье, он так и продолжает в своей семье. А если, скажем, ему не нравилось, как вот он в своей семье рос? Потому что я встречаю таких людей, которые говорят, я не хотел бы повторять ошибки своего отца. В моей семье никогда так не будет. Знаете, к сожалению, они повторяются. Они повторяются. Они повторяются. У меня есть пример. Джош Макдау, он свидетельствовал, что у него отец вообще пил, плохо относился. Был жестокий. Да, жестокий был отец. Избивал? Да, когда он вырос, я принял решение, что таким отцом я никогда не был. То есть у него сознание было, что он делает это плохо. И в своей жизни он никогда... У него, когда он закончил школу, умерла мать. Он даже, скажем, обижался на отца. Но он смог простить отца. Он когда стал уже христианином, тогда он простил отца. Потому что он получил для себя новое понимание того, каким должен быть отец. То есть есть опасность, если бы он не пришел к Господу, возможно, эти же ошибки повторились в его жизни. Да, была бы у него судьба сложных детей. А как вообще вот есть разница в том, как отец проявляет свою ответственность по отношению к сыну или к дочери? Вот насколько... Или всех детей одинаково надо воспитывать? Не важно, мальчик, девочка, старший, младший, средний. Я в этом отношении и теоретик. Евгений, и он практик. У вас только мальчики, да? У меня двое мальчиков, да. Но я думаю, что, естественно, должно быть отношение... Индивидуальное, наверное. Индивидуальное, да. Для девочки и для мальчика. Потому что для девочки нужно больше нежности, больше любви. И, наверное, любви это может быть и одинаково, но по-разному она может проявляться. Как, Евгений, вот у вас девочка. Младшая девочка, кстати. Ну да. Ну это еще и тоже младшая. Последний ребенок, да. Обычно, мне кажется, мы к младшим детям по-особенному как-то относимся. Мы ее любили особенно. Но хочу сказать, что все дети, они все разные. У каждого свой характер, свои желания, стремления. Есть такая книга «Пять языков любви». Значит, кто-то нуждается, чтобы его просто обняли. Кто-то нуждается в том, чтобы ему что-то, скажем... Подарили. Вкусненькое дали, подарили. У нас это все вот так разное. Один сын нуждался, чтобы его обняли. Второй, чтобы его выслушали. Вот, мне кажется, наверное, прелесть отца заключается в том, чтобы понять, что кому нужно. Как доктор, он должен понять, кому какое лечение. Ну, видите, это мудрость, да. А вот, а как 20-летним, 30-летним новым отцам вот эта вот мудрость? Где взять, вот как вы говорили, нас же не учат отцу. Раз, из семьи. А второй момент – это и Слово Божие. Слово Божие. Ну, а вы считаете, нужно изучать другую литературу параллельно или только в Библии? Я лично считаю, что надо читать, скажем… То есть развиваться можно, кроме Библии? Нужно ли? Нужно, конечно. Полезную литературу, которая расширяет наш кругозор. Мы можем взять ценное, что-то для себя. Но если мы христиане, то, конечно, мы должны со Словом Божьим сравнивать. Потому что мы в разных культурах живем. Но существует библейская культура. Мы выросли в одной культуре, но библейская культура учит нас тому, как мы должны правильно жить. Так. И потом полезно. Евгений вспомнил имя Джоша Макдаула. И когда человек, уже имея опыт собственных отношений с детьми и понимание того, что Бог, какую мудрость дает, и он эту мудрость делится, он передает. И поэтому, читая эти книги, понимая, сопоставляя свое понимание с его, мы можем... Опять же, образовываться сами и расти благодаря чему-то опыту. Сверяясь с духом Писания и понимая, что здесь правильно так поступать. И это, конечно, приниматься в своем. Да. И как насчет девочки? Все-таки мы не закончили. Девочка, что касается... Она тоже смотрит, как мы, отцы, относимся к ней и все остальное. И у нее формируется, скажем, когда она вырастет, вот ее жених. Она будет сравнивать... С папой. Конечно, конечно. С папой. С папой. И потом хочу сказать, что очень важно. Дети, у них представление о Боге сравнивают с отцом. Да. Вот. Бог – это отец. И, естественно, как, значит, поступает отец, они только понимают, сравнивая с отцом. Ну, а вот не говорил, например, ваши мальчишки, там, старшие, они говорили, что вот вы дочку больше любите, сестричку больше любите, скажем. В нашей семье не было такого. Нет такого? Не проявлялась вот где-то вот такая ревность такая детская? Дело в том, что детская... У них разница, скажем, три года была. Вот третий сын у нас... У всех между собой три года, да? А, или с девочкой три года? Сыновья каждый год. Ой, как хорошо. Каждый год... Значит, это для жены трудно было, скажем, поднимать их, все. Но если касалось где-то вместе гулять, поехать, у них ровесники. Ровесники. Два года разница между старшим и младшим. Вот. И они теперь очень хорошо. Очень дружны между собой. И хороший такой возраст хороший. И она была у нас единственная девочка, поэтому мы даже их и настраивали, что... Поэтому они помогают ей. И у нас нормально, нету такой ревности. Ну, а вот она вот сейчас становится уже взрослой, она еще не замужем. И она говорит, что, папа, я хочу, чтобы мой муж был похож на тебя. О, ну так мы еще не дошли до такого, я не спрашивал. Думаю, что это не только в нашей семье, во всех семьях. А не представление о муже, вообще о мужчине. Ну да, хорошо, если этот папа является этим образом, желаемым образом. А если негативный отец живет негативной жизнью, не любит, не проявляет любви, а у нее потребность, значит, испытывать любовь. Особенно для девочки, да. И любовь отца, для нее очень много. Если не было, потом она ищет эту любовь, чтобы кто-то, значит, мог подарить ей любовь. У меня, я извиняюсь, у меня, к сожалению, не было такого опыта. Ну, а внучка есть? Внучки есть, да. Но это другое, да, отношение уже деда к внучке? Да, конечно. Уже другое, чем отца к дочке. Но я говорю, что у меня не было просто даже, я не мог накопить этот опыт. И сам не получал я, в общем-то, такого нежного отношения от отца. И поэтому, воспитавшись, я тоже, характер у меня был немножко такой жестковатый по отношению к своим детям. Требовательный и даже, может быть, и жестковатый. А в чем заключалась вот ваша требовательность или жесткость? Я мог терпеливо относиться, допустим, к чужим детям. Мог терпеливо и объяснять, где же тоже, в общем-то, задания какие-то. Домашнюю работу, школу. Да, школу делать. И снисходительно относиться к их каким-то ошибкам. Но своим детям у меня были такие довольно... Высокие требования. Требования, да. Высокие требования. И поэтому дети, они, конечно, не испытывали... Потому что я уверовал, если Женя уверовал раньше, до слоя. Я уверовал уже после, когда моим старшему ребенку было... Сыну было 13 лет, младшему 10. Уже такой возраст становления прошел. Возраст, да, это... И поэтому я много делал ошибок. Много делал ошибок. Мы даже у нас, в нашей практике, в нашей жизни, мы даже... У нас был такой момент, когда мы подали на развод. То есть с супругой. И поэтому это было тоже отрицательно. И дети видели это? И дети, это все было на глазах детей. И поэтому для них это было время такого трудного страдания. И здесь вот этот отрицательный опыт, он тоже... Сказался на детей. Да, сказался на наших отношениях. И позже уже, когда Бог начал уже работать с моим сердцем, моим характером, это тоже очень длительный процесс. Поэтому это сложно уже и позже было. Получается, вы пришли к Богу и перестали думать, носить мысли о разводе. О разводе, да. То есть у нас вообще чудо совершилось такое, что... Как это случилось? Нас не вызвали в суд, мы не развелись. И потом получилось через болезнь супруги, она заболела, и мы пришли к Богу. Тоже было такое чудо, когда Господь ее исцелил. И у нас начался, в общем-то, путь уже с Богом. Новое понимание, новые отношения. И, ну, хочу сказать, конечно, характеры, они не меняются сразу. Не случилось так, что вы стали верующим, и вдруг вы святым вдруг стали в один день? Нет, конечно. То есть это определенный период и труд? Это и сейчас, и сейчас это продолжается. То есть Бог работает с сердцем. Скажите, а как дети вот после, когда вы стали в церковь ходить, когда вы стали приближаться к Господу, как вот дети ваши тоже, они принимали Слово Божие, они тоже с вами? Да, они в церкви... Потому что подростки сложные, когда уже в такой возраст непростой. В этом отношении и старшие, и младшие, они были с нами в церкви. И снова вот говоря о том, что сложности отношений, которые были, допустим, у меня, Евгения, я его знаю как мягкого, терпеливого, доброго. Мне кажется, вы тоже такой мягкий, терпеливый и добрый для наказу. Это не всегда то, что снаружи, оно есть и внутри. Поэтому вот то, что я говорил, что невыдержанность такая... Такие черты характера, несдержанность в отношении к детям, раздражение. Раздражение, да. Оно проявлялось. Оно проявлялось. А как вообще вы, вот в своих отношениях с детьми, вы когда-нибудь прощение просили у детей? Вы считаете, вообще есть такая ситуация, когда родители должны просить прощения у детей? Или сознавать свои ошибки, я бы так сказала? Это очень положительный момент, когда отец, он понимая, он находит у себя силы, возможности для того, чтобы попросить у ребенка прощения. От этого он не потеряет свой авторитет, но наоборот приобретет. Потому как я знаю, что многие мужчины, многие отцы никогда, даже никогда не смирятся ни чуть-чуть перед своими сыновьями, чтобы, скажем так, присесть и попросить прощения. Это проблема. Или признать свою ошибку. Да, да. И это проблема, и о ней говорит Писание. Это последняя книга Ветхого Завета, книга пророка Малахи, 4 главе, говорится о том, что перед наступлением дня Господня Бог пошлет Илью Пророка, который будет говорить и повернет сердца отцов детям и сердца детей к отцам, чтобы Господь не поразил землю проклятием. И вот именно сердца повернуть, найти общность, найти духовное единство. И Господь, Он желает, чтобы отцы осознали, вот какими должны быть отношения. И поэтому признать свои ошибки, признать неправильное действие, это Отец обязан. В Вашей практике такое происходило? Да, да, было. Но опять же, то, что было сделано, то, что причинило боль для детей, это сказывается и даже сейчас где-то сказывается. Хотя понимаем, это долгий такой жизненный процесс, пока исцеление придется. Мы говорим о том, что раны тоже, в общем-то, не сразу заживают, но духовные раны, они еще сложнее заживают. Поэтому вот, в общем-то, у меня есть такой опыт и понимание, что... Евгений, как у Вас в Вашей семье? У Вас не было, Вы были всегда в Господе, да? Вы человек верующий. Не всегда, 22 года покаялся. 22 года. А, ну когда Вы женились и родились Ваши дети... Когда женились, старался быть, пребывать... Вы уже были в Господе. То есть, Вы растили детей уже в церкви, в Доме Божьем. Они родились, да? Но... И родились уже, да. Хочу сказать, одно дело слушать Слово Божье, а второе дело исследовать. И практиковать. И нам повезло с женой, что мы, когда поженились, мы попали в колледж, у нас уже родились дети, и там супружественно всю жизнь мы... преподаватели были, которые нам... Мы попали на этот курс. Это 95-й год был. Это в Белоруссии происходило? Да, в Белоруссии. Они приехали с Америки, и мы попали в одну из первых групп. А, так у них была школа, получается, выучились? Да. И потом мы уже совершенно другой... Ну там идет не воспитание детей, а отношение между супругами. Курс такой. Вот. И потом мы, как говорится, когда начинаешь читать это одно, но когда начинаешь исследовать и изучать, и по темам, по темам, тогда все начинает, ну, разложили на полочки. Да, да, да. Вот. Мы уже знаем, чего ожидает Бог от мужа, что ожидает от жены. И это очень важно нам понимать, что мы должны построить, какую семью, какой дом, вот, какие отношения. И если в общем сказать цель семейной жизни, я и дом будем служить Господу. Да. И семья, и вообще человек создан для славы Божьей. И семья для славы Божьей. Вот. Это самое важное. Но, конечно, у нас было много ошибок. И дело в том, что когда был маленький род в семье, меня наказывали, и хорошо так. В детстве. В детстве, да. И вопрос наказания. И в Библии мы читаем, не жалей розги, и все такое. Вот. То есть вы детей наказывали розгой? Наказывал. И потому что... И дочечку. Ребята там, ну, дочку, конечно, жалели больше. Ну вот. Ответ на вопрос. Потом наступил момент, когда это все осознал. Потому что мы... Ну, все же впервые, получается. И я видел, что, скажем... Ну, с каждым сыном беседовал. Но у одного сына я конкретно просил прощения. Вы поняли, что вы необоснованно... Можно было не наказывать, правда? Так сильно. Можно было другим путем пойти. Можно было другим путем это сделать. Не всегда розга. Вы знаете, мы даже были удивлены... Это крайний метод. Ну да. Ну, можно обойтись без этого. Но у нас он был первый обычно. Вот в нашем менталитете. Вот я вспоминаю. Первое, что это ремень. И вы знаете, я... Мы однажды были удивлены женой. Наш сын пришел со школы. Это где-то, может, в третьем классе был. И он рассказывает, учительница задала им вопрос. Что для вас является счастьем? Ну и дети отвечали. Кто там попасть на море? Поехать, побыть. Еще где-то что-то... Покупка какая-то. Когда дошла очередь до нашего сына, он говорит, для меня счастье, а мои родители. Как здорово. И когда он сказал... Короче, мы заплакали. Это сколько лет ему было? Учительница плакала. Может, девять лет. Может, вот такой возраст. Девять лет. Хороший возраст. И я подумал, подумал, думаю, интересно, когда мы ему вот эти вещи объясняли. Жизнь. Потом второй сын пришел со школы и говорит, мама, папа, вы не разведетесь? Оказывается, у них в классе оказалось, что где-то половина класса неполноценной семьи. Неполноценной семьи. Вот. Ну, одна мать, одна мама воспитывает. И таких вот половина класса – это большой процент. И такой взволнованный задал нам вопрос, сынок, мы... Это тоже в Беларуси происходило, да? В Беларуси, да. Мы в Минске жили. Для детей очень важно, чтобы родители были вместе. Важно. И уверенность. Казалось бы, девять-десять лет, да? А вот ребенок переживает об этом, волнует его это. Говорится, что для ребенка более трагичный развод, нежели даже смерть одного из родителей. То есть они более болезненно переносят вот этот процесс развода. То есть это предательство. А вы думаете, есть определенный возраст? Скажем, дети в маленьком возрасте, может, не осознают достаточно или в среднем, или уже взрослые? Ну, наверное, в маленьком, наверное, оно менее так касается. Не так болезненно. Не так болезненно, да. Так как они не осознают, может быть, до конца что происходит? Ну, у меня такое понятие, скажем, когда человек молодой, у него нервная система, психика, гораздо крепче. И если даже взять конфликт отца и сына, то победит сын. Если, как говорится, потому что отец, у него возраст, у него... Уже когда старше? Когда старше, да. Ну, скажем, 20 лет сыну отец уже. Да. Вот. И в конце концов, больше будет страдать отец. Потом, когда пройдут годы, сын, может, начнет понимать, что это ненормально было. Но в момент конфликта все-таки лучше не конфликтовать. Это для нас, как сказать... Ну, да. Да, ну, это, наверное, невозможно. И решать конфликты таким путем, чтобы... Ну, любое несогласие во мнениях – это уже конфликт. Ну, хорошо. Ну, Иисус вообще молчал. Он же мог бы отвечать на все его, скажем... Ну, вот об этом и говорится. И я, как отец... Как мы, да, во время конфликтов... Вы знаете, что... Как мы ведем себя. Да. Мы ведем себя. Мы ведем, скажем, занятия, ну, классы для вступающих в брак. И вот встретил я одного молодого человека, которые поженились. Прошло где-то полгода. Я спрашиваю. Ну, как? Курсы чем-нибудь помогли? Он говорит, да. А я говорю, ну, а как у вас вот это все? У тебя как? Он говорит, приходится смиряться. Он говорит, я говорю, ты на правильном пути. Потому что нам иногда... Конфликт – это проще всего. Вылил, а потом думай, как это... В последствиях конфликта. Иногда нам надо смиряться. Но когда дети уже выросли, когда, скажем, уже им 20 лет, тут уже надо смиряться. Молиться за них. Ну, да, за это же. Вот. И что мы можем давать? Это любовь детям. Понимаете? Ну, может, у нас много денег помогать. Совет. Ну, еще прихожу к тому, что цель воспитания – это стать друзьями. То есть все с ними на одну лавочку. Это друзья. Да. Да, достичь такого состояния – это очень хорошо. Я думаю, что и правда, если мы будем с ними на равных, приседать где-то, говорить, да, я тоже так делал. Ой, да, я ошибался. Ой, да, это было и со мной. Они тогда чувствуют, смотри, оказывается, а ему казалось всегда, что папа совершенный, что он абсолютно никогда не ошибается, и они скрывают свои поступки, скрывают свои ошибки. И вот здесь мы начнем их терять. Конечно, теряем. Когда мы, знаете, когда мы Слово Божие берем и бьем их этим Словом. А надо просто беседовать, совет дать, ну, стараться дружить, понять его, почему, потом сказать, а может быть, лучше было вот так. Да, я иногда слышу, когда говорят, вот мой сын стал наркоманом. Это большая проблема сегодня, страшная беда в семье. Но у меня сразу возникает вопрос, ведь он не стал наркоманом за один день, даже за два дня не стал, даже за месяц не стал. То есть проходил какой-то период времени, когда этот ребенок куда-то удалился и где-то тихонько начал там, скажем, или курить, не знаю, или колоться, или что-то. Для него, да, появились авторитеты. Да, то есть получается, что родители в это время проспали где-то и потеряли этого ребенка. Вот здесь вот то, о чем... Влияние то, о чем мы говорим. Да. То есть ребенок не смог противостоять той среде, той силе, которая начала на него воздействовать. И он не пришел, не сказал, не поделился с родителями, с отцом в данном случае, что можно ли мне дружить с кем-то вот таким, можно ли мне попробовать это. То есть здесь вопрос авторитета. Насколько отец является авторитетом для этого сына? Да, да. Чтобы он пришел и спросил его об этом. Поделился, да. Поделился, с кем он дружит, что за ребята. Мы говорим о христианской семье, насколько в нем убеждение, христианские убеждения для того, чтобы он смог противостоять. Но мы видим сейчас, что становится все больше труднее, сложнее, потому что мир, он поляризуется. Общество. Черное становится более черным. И белое, оно в свою очередь должно быть более светлым, чистым. И поэтому задача, конечно, родителей не просто вкладывать знания в детей, но и ту силу, которая должна помочь им противостоять вот этому давлению современного общества. Я замечаю в нашей семье, когда мой муж рассказывает мальчикам о своем детстве, о своем разном периоде жизни, как он где-то что-то не был святым. И им это становится очень интересно. Они настолько проникаются этой историей, и им кажется, ой, смотри, оказывается, папа тоже был таким же ребенком, он тоже мог там где-то камнем выбить стекло у соседа, или там могли стащить булку хлеба в магазине, или еще что-то, да? И потом он им объясняет, что это было плохо, я это делал плохо, ребята, не повторяйте моих ошибок. И тогда, мне кажется, вот этот вот контакт налаживается с детьми. Вот это и есть воспитание. Это и есть воспитание. Потому что запретил, он не понимает, не ходи по лужам, маленький ребенок. Обязательно пойдет. А вот получается, вот мы говорим о влиянии, влияют ли наши с вами, наши в семье, например, я и мой муж, вот наши взаимоотношения с нашим супружестве на наших детей завтра? Сегодня, завтра, в их семье? Насколько вот? Вы знаете, наши отношения, вот представьте, в семье... Иногда мы же даже не замечаем, что там где-то ребенок рисует солнышко, а мы здесь разбираемся, кто прав, кто виноват. Хорошо. Что ребенок делает, когда, скажем, что-то нарушил, провинился? Да. Вот идет отец у нас, скажем, такой, он смотрит в глаза ребенка сразу. Ждет реакцию. Смотрит на лицо. Что будет происходить? Какая вот реакция отца? Вот это, ну, они, дети тоже психологи, они понимают все это воспринимают. Конечно, они еще маленькие совсем понимают. И если в доме нет мира между папой и мамой, во-первых, они чувствуют себя незащищенными, нет мира, они уходят из дома. Им на улице легче дышать, нежели дома. И если это происходит постоянно, то они подросли и ушли из дома. Все. Они даже жить не хотят дома, потому что там нет мира. Но если мы их любим от любви, никто не убегает. Да, вот в этом отношении я благодарю Бога за то, что отношения в семье моего старшего сына, да и младшего сына, там царит любовь и согласие. И дети, для них быть в доме комфортно. Комфортно, потому что сын... Вот это воспитание. Сын, он, да, уделяет им достаточно время для того, чтобы побыть вместе. Это еще один ответ. Он, вот, внучке, старшей внучке, 19 лет, он ее может обнять, может под крыло, как говорят себе, взять, может прижать. То есть это еще один ответ на вопрос. И она спокойно, да, обнимает его. Почему дети в доме с родителями? Конечно, да. И она не бежит из дома. Она не спешит замуж. Ну да, сегодня можно слышать. Вот сейчас мне исполнится 16 лет, и я иду, сниму квартиру и буду жить там с друзьями. Я постоянно думаю, почему, от чего уходит этот ребенок? Почему он бежит из дома? А другой раз смотришь, ну не выгнать его. Уже и пора бы. И вот у сына, да, две дочери, и сын средний. И то же самое, и сын, в общем-то, тоже не убегает из дома. Хотя у него есть тоже друзья. Вопрос взаимоотношений. Вопрос взаимоотношений. То есть то, что мы... Я говорю о сыне. То есть его жена, то есть невестка, она тоже дает свое. Но я просто вижу, что влияние сына, она в большей мере сказывается на детей. Почему дети остаются дома? Почему им интересно? Он общается, он вкладывает в них. Они рассуждают, молятся вместе, читают слово. То есть вместе проводят время. Вместе проводят время. Вот то, о чем мы как раз говорим. Именно физически. Да, поэтому если... И это не заменит никакими финансами, которые привносят дом. То есть я так даже столкнулся с одним мужчиной, который... Ну, тракист здесь. Так получилось, что когда в прошлый раз был в Штатах и подвозил тракиста, он сказал о том, что он постоянно, он даже проводит очень много времени в рейсах, но он говорит, что я вот своему сыну там спортивную машину, я ему говорю, что никакой подарок не поможет... Не заменит. Не заменит, не поможет вашим отношениям. То есть сын возьмет этот подарок как игрушку такую, но отца, отца он не имеет. Ну и решение, какое может быть этой ситуация. Эта ситуация вернуться в семью. Да, здесь вопрос приоритетов. Либо мы живем богато, но без папы. Вы знаете, вот... Либо мы живем скромно, но счастливо. Что для человека... Вот интересно, в Библии есть такое место, а книга «Исход» — «Десять заповедей». «Десять заповедей». И там говорится о том, что, значит, не сотвори кумира себе, никакого изображения, не поклоняйся им, не служи, ибо он бог ревнитель, наказывающий вину отцов, до третьего-четвертого рода ненавидящих меня. То есть, когда для отца работа, заработок, она становится на первом месте, и, естественно, если отца нет в семье, то для него идол — это работа, которой он приоритет. И поэтому все отрицательное. Он не может изменить характер ребенка, он не может повлиять. И поэтому все отрицательное, то, что он есть в нем, оно будет проявляться в детях. И поэтому Библия говорит о том, что отцы, они должны воспитывать детей в наставлении учения Господнем. И Псалом, по-моему, 126-й говорит о том, что стрелы в руках сильного, то сыновья молодые. То есть стрелы, которые, когда он возьмет и пустит эту стрелу в цель, и стрела, она должна достичь цели. А если он не имеет отношения, он не имеет этих стрел в руке своем. Поэтому... Ну, я еще хочу сказать, что мы, как христиане, мы хотим воспитать детей. Мы ответственны за духовное состояние детей. Но у нас не хватает времени на все. Опять же вопрос приоритетов. Приоритеты. Где ваше время? Ну, какой, значит, вот наш опыт? Когда родились... Было годик, два, три. Вот. Ну, в наше время, когда мы были там в Минске, были детские кассеты. Библия в кассетах. Так, помню. Да. И там библейские истории рассказывают. Это 30 минут. И всегда, когда мы ложили детей спать, вот мы все должны спать, мы включаем магнитофон, и они слушают библейские истории. Ну, а потом проходит время, и они засыпают. И мы так практиковали, значит, каждый раз. Потом проходит время. Так пока они спали, вы шли на собрание, да? Нет. Мы дома положили их спать. Вот они там, ну... То есть в библейские истории... У нас не было так, чтобы каждому ребенку по комнате. Они там обычно в одной комнате. Вот. Но что... Прошло время, там, может, год. У меня один из санавий говорит, папа, расскажи мне про Давида. Расскажи про Давида. Ну, хорошо. Он лежит уже, значит, слушает внимательно. Я ему рассказываю. Потом он мне говорит, нет, не так. А кассеты по-другому, да? оно откладывается, эти истории. Вот. И они уже с раннего детства они вот это все-то запоминают. Ну, еще что я скажу. Мы когда приехали семь лет назад сюда, мне один, значит, подошел брат. Ну, вот говорит, вот вы приехали, и ты всех своих детей устроил. И в хоре поют, и играют, и все такое. Устроил? Да. Типа на работу куда-то? Своих устроил. А я даже ничего, никого и не просил. Они сразу пошли туда. Они чувствовали, куда они хотят служения? Они знают, где они должны быть. Вот. Ну, а когда мы там были, я был пастором, и жена воскресную школу вела, и мы всегда детей на служение возили. И пришло воскресенье, они знали, что будут на собрании. И это было, ну, скажем, всегда. Вот. Такой ваш лайфстайл был, образ жизни ваш. Уже такой образ жизни, все сложилось. Поэтому так получилось у нас. Ну, в разных семьях по-разному получается. Вот. Но очень важно, я еще, ну, им сеять слово с раннего детства. Но еще я хотел, моя мечта была, чтобы дети были музыкантами. Сбылась мечта? Потому что я, конечно, сбылась. Я сам был музыкантом по молодости. Вы мне скажите, эта мечта сама по себе сбылась? Или вы что-то сделали для этого? Конечно. Вы знаете, что такое вера? Потому что многие люди думают, что хорошие дети сами по себе просто так вырастают. А вера, вера, это осуществление ожидаемого и уверенность невидимой. И я верил в это, что они будут. И я осуществлял. Так. Значит, когда сыну... То есть вы что-то делали для этого? Не просто так сидели и верили? Что я сделал? Я купил пианино. Когда еще 7 лет не был сыну. Скажем, 6 лет. Я притащил его квартиру. Это пианино. И, ну, у меня друзья-музыканты были. И старший сын подбежал к пианино там. Еще его не поставили на место. Он только... И он, значит, брат говорит, у него ритмовой слух. Он просто стучал. И там, говорит, такой вообще, говорит, у него... Музыкальный ребенок. Он вообще ничего не играл, просто постучал там. Вот уже. И потом я их всех оформил в музыкальную школу. Вот. Но, скажем, учились. Один сын сказал, нет, я художник. Он уже позже сказал, когда учился. Нет, я его старался оформить. Вот, ну, росли, я их отправлял в музыкальную школу. То есть родитель должен вот... Естественно. Я бы сказала, принудительно делать какие-то... Ну, если у него есть какой-то дар, раскрыть этот дар. Расскрыть. Помочь раскрыть. Но пока он его раскроет, я тоже всех своих сразу на пианино. А потом оказалось, что кто-то художник. Ну, хочу дальше. Чем здесь закончилось все? Этот художник, что касается художника, он в конце стал музыкантом. Так и стал музыкантом. Ну, у него все данные есть на то. Он и художник. Играет в церкви, прославление играет. Все. Вот. И дочка закончила музыкальную у нее на фоно. А старший сын вообще музыкальный. Училище Глинки в Беларуси закончил. Он дирижер. Здорово. Значит, вы... Ну, вы скажите мне, вот вы старались, вы для этого что-то делали, вы тратили свое время, какие-то ресурсы, правильно? Все тратило. Это забирало вашу энергию, ваше время? Надо было встречаться и с учителями, и ходить в музыкальную школу. Это время, это... Ну, во всяком случае, делал то, что ожидал, и хотел, чтобы это было для славы Божьей. И как сейчас дети говорят, спасибо, папа, что мы научились, например, игре на фортепиано. Ну, на эту тему я не беседовал. Значит, ну, я тут задам вопрос. Вы довольны? Задайте, потому как я слышу, многие дети... Я думаю, что придет время, и они, естественно, это сказали. Да, многие дети говорят, а почему вы нас не научили? А почему вы нас не заставили? И вот сегодняшнее время, когда родители говорят, а пусть он выбирает, что он хочет. И вот сидит этот малец 5-7 лет, и он должен выбрать, что он хочет. И он выбирает, ничего не делать. У него нечего выбрать. И он выбирает, ничего не делать. Он даже не представляет, что выбирать. Что выбирать, и что это такое, что он хочет выбрать. Еще, если говорить вот в этом контексте этой темы, что по всем этом родители приучают, или же в данном случае отец приучает ребенка к труду. К труду. Потому что без труда, как говорится, ничего не добьешься. И здесь любой уже навык, он требует усилий, усидчивости, терпения, посвящения. И вот это во всем этом нужно действительно помогать. Говоря о труде, я хочу задать вам такой вопрос. Если ваш ребенок приходит и говорит, пап, дай деньги. Хочу там, например, новый телефон. Вот как вы считаете, правильный отец должен просто так легко дать деньги или сказать, иди заработай? Ну, он уже, скажем, имеет возможность заработать. Ребенок заработает. Ну, ребенок, скажем, у нас вот здесь могут дети работать с 14, 15, 16 лет. Они могут там в такабеллах делать пирожки всякие, там, бутербродики. Да? То есть могут. Но многие дети ленятся, они имеют время, но они просто не хотят. А другие дети хотят иметь свои, как они называют, пакет-мани, то есть карманные деньги. Да, и они с удовольствием, когда они их зарабатывают, они с гордостью говорят, вот я заработал 20 долларов. И вот как вы считаете, отец должен стимулировать своих детей, чтобы они сами проявляли интерес, ну, может быть, не заработать на работе, скажем, да, но, может быть, заработать другим каким-то путем, там, постричь травку в бэкьярде, или постоянно заправлять. Я помню, когда у меня малые были маленькие, я стимулировала мальчики, вот не хотели заправлять постель утром. Вскакивают в школу, постели не заправлены. И тогда я решила класть им под подушку по доллару. Значит, кто заправил постель, тому кладу доллар под подушку. Им так это понравилось. И каждый раз, когда они прибегали домой со школы, первое, они подбегали к подушке, поднимали и брали оттуда доллар. Хороший стимул. Ну, когда я перестала класть доллары, они опять перестали постель заправлять. Ну, это что-то. Но я что хочу заметить, что мы иногда их просто не приучаем к работе. То есть приучать надо к труду. Мы их отталкиваем, чтобы они не работали сами. И вместо них что-то... Обычно маленький ребенок, маленький ребенок, вот, скажем, моя жена моет посуду. Все, дочка, мама, и я, и я хочу. Она говорит, ну, ты не можешь, не умеешь. Да, маленькая еще, иди погуляй. Маленькая, да. Один раз, второй раз, третий раз, а потом она уже не желает. Я это видел и в наших детях. И это и с сыновьями, и не только с дочерьми. У нас дочерей не было, но у нас наши дети, вот с супругой вот в этом отношении, у них был график. То есть кто, когда моет посуду, кто-то убирает. Да, да. И они это делали... Так как в тюрьме прям. И они делали это с родними детства. У нас есть фотографии, когда старший сын, он еще будучи тогда, ну, годик с небольшим, и с супругой вместе улыбается, смотрит в камеру и улыбается. Но они не обижались на вас, что вы заставляете их это делать? Нет. Если ребенка, и к этому приучаешь с раннего детства, и он в этом видит... С любовью, к тарелкам их мыть. Да, и он видит в этом... Ну, они любят это делать, маленькие. Они хотят мести, все, что ты делаешь, они... И я хочу. И это побуждать их к этому действию. Мой муж, благодаря такому графику, посуду не моет до сих пор. Совсем. Он говорит, у меня с детства травма. Травма. Я не люблю мыть посуду, мама заставляла. Вот что с этой травмой делать-то теперь? Да. Понимаете? А мальчики, я смотрю, смотрят на папу, и они эту травму тоже адаптируют в своей среде. Но я вам хочу сказать, что приучая вот таким образом, да, может быть, сын, он не моет посуду ему, потому что есть довольно взрослые дети. Но что он? Он приучен к труду. И он сейчас просто, в общем-то, он обладел очень многими профессиями, строительными, может, и электрик, и сварщик. То есть, будучи он... Он теолог по образованию, но он обладел строительными специальностями. Ему легко трудиться. У него много получается. Он вообще и художник еще. Так вот, это у него как хобби, как хобби он рисует. Он рисует. Там и чеканки делает. Но вы заметили это в каком-то возрасте или это случилось уже, когда он учился? Заметили, что у него есть талант вот художника. Маленький был. Когда? Когда он еще в школе был. В школе. Почему я спрашиваю? Потому как иногда бывает, ребенок рисует какой-то там маленький, как и маляки, да? Принесет родителям. Они говорят, ой, не мешай, мы так сейчас заняты, забери это. И, возможно, он больше никогда не нарисует. Конечно. Вот именно родители должны видеть и поддержать ребенка. Ну, вот так, когда мы его забрали из-за студии, то есть супруга, ну, как получилось, что супруга, она, хотя по образованию инженер-химик-технолог, но так было в нашей жизни, что она освоила вязание и вязала такие эксклюзивные вещи, что... Вязала просто крючком или с машинкой? И на машине, и спицей, и крючком. Довязалась до члена Союза художников по прикладному искусству. А, да. И она видела жизнь художников изнутри. То есть их все отрицательные, отрицательные качества жизни. То есть и поэтому она нет. Чтобы наш сын стал художником, нет. Ну, считается, художник, ну, как бы профессия не особо. Не то, что даже там. Это профессия. Там были художники, которые были очень высокого класса. То есть у нас есть несколько картин, которые белорусские художники... Ну, да, но я имею в виду, как для профессии, что прокормить семью и детей, вот художник будет. Ну, вот считай, что он прокормит ее. Прокормить можно. И если хороший художник, да, он действительно прокормит их. Но их имена... Но лучше все-таки стать... Поведение. Трак-драйвером. Да. И этот... Но все равно в Саше проявилось это. То есть он стал художником. Прошло время. Он, да, он действительно и поступил в художественную академию. Но это отдельная тема, потому что, окунувшись вот в грязь той жизни, которая была там, в этой студенческой среде, он не смог и... В период обучения. Да, он не смог. И вот здесь вот, действительно, я как отец не смог ему тогда помочь выстоять вот это вот... Выстоять в том давлении, которое было. Но потом пришлось за то несколько лет молитв и постов для того, чтобы он вернулся. Ну и слава Богу, что... Ну, а как вы считаете... Вот, Евгений, например, для вас вопрос, потому как у вас тремя для всей погодки. А как вы... Вот замечали вы такое, что вы как-то можете похвалить старшего и при этом унизить младшего. Ну, сказать, например, вот Сашенька лучше тарелочки моет, чем Ванечка, а Ванечка сразу. Я огорчился. Но... Но такое есть. Такое есть в природе, да. Как сказать, это было. Было мы... Да? Может, это мы делали не специально, но у нас... Может, вы хотели простимулировать одного перед другим? Все разные. Одному нужна похвала, а второму, как я сказал, языки любви, да? А мне кажется, Бог все любит, чтобы их похвалили. Ну, похвалили, да. Одежка нужна. Есть человек, ну, скажем, люди, которые... Мотивация. Очень важно, чтобы его похвалили. И полюбили тоже. И полюбили, да. Но, как я сказал, можно обнять, можно прижать, можно где-то с ним поехать провести время. Вот это языки любви. Да, и есть детки, которые... Я вот говорила, мы с Владимиром говорили об этом. Я говорю, почему так бывает, что одному достаточно один раз сказать, и он на всю жизнь понял, что обувь надо убирать в стороночку, а другому надо говорить каждый день. И при этом он с любовью придет, скажет, мамочка-мамулечка, прости меня, забыл. Ну, ничего сложного, казалось бы, да? Ну, черта характера. То есть, нам тоже надо проявлять, скажем, себя в этом вопросе. Мудрость и понимать, да, какую... Опять же, это уже любовь. Что для одного, что для второго. Что я вам хочу сказать. Я был студентом, жил в общежитии. И обычно студенты, ну, кто что там привезут, с деревни там. И вот накрывают стол и кушают. Это в комнате. Да. Значит, ну, находились там по-быстрому, покушали-покушали. Морской закон. Кто последний, тот убирает. Все. А один нашелся такой. Значит, все разбежались, а он кушает еще. Наелся, а потом говорит, закон авиации. Кому мешает, и тот убирает. В общем, я поняла. Кто сильней, тот выживает. Ну, это разные принципы, да. И в природе, и в семье. Конечно, должно быть какие-то принципы в семье. Евгений, у нас есть несколько минут, и я бы хотела, чтобы Евгений и Владимир, чтобы вы сказали ваше пожелание для отцов, которые слушают нас, для наших мужчин. Вот, слово ваше, пожалуйста. Что бы вы пожелали? Что бы я мог пожелать? Это, во-первых, для отца очень важно отношение с женой. Вот. Номер один. Красиво вы сказали. Номер один. Потому что, глядя на эти отношения, у них формируется очень многое. Мы закладываем на их будущую жизнь, фундамент, семейную жизнь. Это основа всего. Потому что это пример. Уважением мамы, вот как отец уважает маму, так и будет сын уважать свою жену. Вот. Это номер один. Вот. Ну, конечно, отец – это священник в доме. Если говорить о христианах, так как мы понимаем это. И он, мало того, скажем, он священник в доме, но еще отец и мама, они вместе значит, должны устроить ходатайствовать за свой дом. Ходатайствовать. Да, молитвы. Вот это в согласии быть всегда. Вот. Ну, еще отношение между отцом и мамой – это отношение Христа и Церкви. И как мы должны относиться, можно взять пример с Иисуса Христа. Вот это важно. Как Христос относился к Церкви. Ну, не случайно мы считаем, что мужья любите. Не выйти к ним сыровой. Не выйти сыровой. Ну, там написано «Жена да боится». Ну, об этом уже в следующий программе. Да, в других переводах почитает. Вот. Основа воспитания именно начинается с отношения родителей. между мужем и женой. Спасибо. Пожалуйста, Владимир. Я, конечно, согласен с Евгением, но хотелось бы сказать о том, что то, что Библия требует от отцов, от мужей, это подчинение Богу. То есть Иисус, он глава. Глава для отца, глава для мужа. И если есть вот эти правильные отношения с Богом, со Христом, то, естественно, тогда будет мудрость правильных отношений с супругой, правильных отношений с детьми. И то, что вы, в общем-то, говорили, корректировать наши отношения с нашими детьми. И если где-то что-то мы в чем-то неправы, мы должны менять это отношение и говорить об этом детям, если нужно даже извиняться. Признавать ошибки. Прижимать ошибки и стараться, в общем-то, и особенно еще искренность. Должна быть искренность. Дети, они очень хорошо чувствуют лживость, когда лицемерие, лукавство, и поэтому они будут, в общем-то, такими же. Поэтому здесь искренность, правдивость, честность в отношениях с детьми, ну, конечно, супруги. Спасибо. Спасибо большое. Я очень надеюсь на то, что наши друзья услышали каждый для себя, кто нуждается, может быть, в чем-то. Исправляйтесь, дорогие мои, становитесь лучше. Я желаю вам счастья, любви, взаимопонимания. Пусть Господь поможет вам во всем, что вы делаете. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Да. Благословений всем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!